Абдулла Кахи Кавсадзе покорил актерской игрой сердца миллионов зрителей. Красавец-грузин запомнился публике яркими персонажами, сумел мастерски передать неповторимый характер каждого сыгранного героя. Сейчас артист продолжает служить в сцене, исполняя роли в Тбилисском академическом театре имени Руставелли. Будущий актер родился 5 июня 1935 года в Тбилиси. Отец Давид Кавсадзе ушел на фронт в самом начале войны, а через год попал в плен и был переведен в германский концлагерь. В 1944 году, благодаря стараниям грузин, проживавших во Франции, мужчина получил освобождение. Он перебрался в Париж, а после вернулся в Союз. На родине бывшего пленного вскоре репрессировали и отправили в Сибирь, где он и умер в 1952 году. Кахи вместе с родным братом унаследовала от отца музыкальность и артистизм. До войны Давид руководил грузинским ансамблем песни и танца. Мальчики занимались в музыкальной школе для одаренных детей, однако послевоенный статус отца, враг народа, не позволил братьям окончить ее. Их исключили из заведения. Воспитанием ребят занималась мать, работавшая врачом. В молодости, еще будучи студентом театрального вуза, молодой грузин получил первую роль. Это был фильм 1957 года «Песня Этери», где он сыграл Мурмана. В исторической драме «Мамлюк» Кахи появился в эпизоде. Изобразил раба Ризо, заступившегося за девушку. Не плачь, не плачь. Перестань же. Ах ты, безбожник! Мало есть своего несчастья, так еще и ты! Как ты смеешь геолопать тебя! Ах! 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 Далее последовали небольшие работы, снятые как на грузинских, так и на российских киностудиях. В 1969 году в творческой биографии артиста произошло важное событие. Кахи пригласили в новый проект режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». В этой ленте грузину досталась роль бандита Черного Абдулы. События картины развернулись в Средней Азии в начале 20-х годов 20-го столетия. Слышь, Абдула, не много ли товара взял? И все по небеспособности. Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно! Хочешь, мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдула! Я мзду не беру! Меня за державу обидно! Несмотря на то, что образ, сыгранный Кавсадзе по задумке режиссера отрицательный, суровый и брутальный персонаж полюбился зрителям. По словам самого исполнителя, он сочувствовал главарю и стремился показать, что герой защищает самое дорогое – отцовский дом и землю предков. Роль принесла актеру народную любовь и признание. В 1973 году мужчина появился в музыкальном водевиле «Мелодии Верийского квартала». Мне нужно самого главного – начальника. Я здесь самый главный. А что вам нужно? Возьмите. Спасибо. Спасибо. А кто вы будете этим… этим дятям? Я никто. По сюжету главная героиня, прачка Вардо решила достать денег для дочерей бедного возщика Павло. С этой целью женщина занимается воровством, но подозрение падает на отца детей. Прачка признается всодеянным и оказывается за решеткой. На защиту Вардо выступает весь квартал. В этой милой и доброй комедии Кавсадзе предстал перед зрителями в образе итальянского балетмейстера иначенцу. С 1974 по 1980 год Кахи снимался в серии короткометражек по сценариям Резо Габриадзе. Здесь мужчине доставались разноплановые персонажи. Партнерами Кавсадзе по проекту стали Гиви Перикашвили и Баадур Цуладзе. Сюжеты теленовелл «Незатейливые добрые» пришлись по душе публики. Аккуратнее, не халтур! Смотри, как красиво! Самая большая через два дня она совсем остановится! Строй сутра будет капитальный ремонт! На ходу разваливается машина! Ничего, как-нибудь продержимся до конца месяца. Нужно план выполнять! В 1988 году на экраны вышел фильм «Резо Чхидзе. Житие Дон Кихота и Санчо». Не убегайте от меня, прелестные сеньоры! Не страшитесь меня, ибо рыцарский закон запрещает наносить кому-либо обиды, а тем паче таким дамам, как вы. Красоте приличествует сдержанность. Беспричинный же смех – удел недалекого ума. Я говорю это не для того, чтобы обидеть вас. Не, сеньор, мы лучше позовем хозяина! Не утруждайтесь, сеньоры! Это мой долг – служить вам! За основу режиссер взял роман испанского классика Мигеля де Сервантеса, а для роли главного героя выбрал Кавсадзе. Картина получилась необычной и оригинальной по структуре. В ленту вошли элементы балета, сценической постановки и кукольного театра. Артисту удалось воплотить на экране романтического безумца, готового воевать с ветряными мельницами. Старания исполнителя отметили кинокритики. Кавсадзе получил за работу несколько премий. Поначалу он не желал браться за картину. Съемки отнимали много времени, и ему не хотелось расставаться с женой. Но Белла уговорила супруга остаться в проекте. В 1991 году фильмография пополнилась исторической драмой «Царь Иван Грозный». В картине актер примерил образ русского правителя. Государь, Боярин Морозов тебе чело умьет. Просит, чтоб ты допустил его. Разве он не сгорел на пожаре? Живучий старый пес. Чего он хочет? Справедливого суда. В 2006 году поклонники увидели любимого артиста в одной из серий комедийного фильма «Золотой теленок». Параллельно с кинокарьерой Кавсадзе играл в театре. В 2001 году он исполнил роль в спектакле «Птицы», созданном по пьесе Евгения Унгарта. Личная жизнь Личная жизнь актера оказалась пронизанной одновременно счастьем и печалью. Единственной любовью мужчины стала Белла Марианошвили. Молодые люди познакомились в театральном вузе. На тот момент Кавсадзе исполнилось 22 года, а девушке – 18. Яркие и одаренные, они сразу влюбились друг в друга, и в скором времени состоялась свадьба. Супруги играли вместе на театральной сцене и снимались в фильмах, например, в картине 1958 года «Мамлюк». Оба оказались успешными в кино. Белли даже посчастливилась получить роль в картине Сергея Параджанова «Цвет граната». Актриса подарила мужу двух детей – дочь Нануку и сына Иракля. Однако рождение второго ребенка стоило ей здоровья. На пятом месяце беременности Белла заболела воспалением легких. Боясь навредить здоровью ребенка, она не принимала медикаменты. А после, когда дитя уже появилось на свет, Белла почувствовала себя хуже. Обследование показало инфекционное заболевание нервных окончаний. Постепенно у актрисы отнялись ноги, а затем и руки. Оставшиеся годы до смерти она провела в инвалидном кресле. Болезнь жены стала большим ударом для Кахи. Артист делал все, чтобы помочь возлюбленной. Выезжая за границу, он искал лекарства, но ничего не помогало. Тем не менее, Белла не теряла силу духа и настаивала на том, чтобы супруг продолжал сниматься. Актриса умерла в 1992 году. С этого момента Ковсадзе больше не заводил отношений. В 2020 году актер продолжает блистать на сцене родного театра в Тбилиси. Он дает интервью, общается с поклонниками и много путешествует. Сейчас актеру 85 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.